Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая паночки Кока-Колы с верстником? А более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря семи выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Это «Заметки миллионера». Подписывайтесь и начинайте богатеть вместе с нами. Уоррен Баффет однажды сказал, вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно. Суть цитаты такова. Каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному покатству. Окружите себя наставниками Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя. Подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию, и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррен Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мерфи. По словам миллиардера, спустя долгое время, он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мерфи Баффету. Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра. Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдите из себя, то, скорее всего, сделайте то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог Довольно неприятное занятие, согласитесь. Но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени. Это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь. Или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение. И что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил, я знаю многих людей, у которых много денег. Они устраивают большие званые ужины. И в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете. Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших, как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин. А если у вас любимое дело? Если да, напишите, чем вы горите, дорогие зрители. А если вы еще в поисках, то напишите, что привлекает сейчас вас больше всего. Давайте мотивировать друг друга стать лучше и найти свое истинное призвание. Это заметки миллионера. Ты станешь богаче. Субтитры создавал DimaTorzok